Российские инженеры разработали свою формулу идеальной машины для бездорожья. В ней разобрался наш корреспондент Андрей Алексеенко. Пожалуй, главная деталь вездехода – это его колеса. Они должны быть большими и низкого давления, как эта покрышка. Помимо полуметрового дорожного просвета, такие колеса позволяют машине ехать по очень мягкому грунту, снежной, сильнее и даже плыть по воде. В самых экстремальных условиях давление в шинах не превышает 0,08 атмосферы. В зависимости от грунта меняется давление, то есть когда съезжаем на какое-то бездорожье. Производителей подобных снегоболотоходов в России можно пересчитать по пальцам. Дело в том, что поставить такие крупные и мягкие колеса на обыкновенный внедорожник не получится. Для этого потребуется модернизировать трансмиссию и вообще конструкцию вездехода. Это правило на собственном опыте усвоил инженер из Екатеринбурга. Вездеход, построенный и названный в честь главного конструктора, поехал далеко не сразу. Мы его сделали достаточно быстро, за полгода сделали, а потом еще полгода дорабатывали. Переделали там все. У нас автомобиль получился очень дорогой. И первый раз, когда первый выезд был, мы проехали 100 метров, у нас просто оторвало двигатель с подушек. Ну, такие вот моменты были. Впрочем, сегодня снегоболотоход способен на многое. Снег, грязь, болото. По большому счету ограничить его внедорожные способности могут только габариты. В лесу такая махина попросту не развернется. В любых других условиях машина спокойно едет. Даже в городе по асфальту. Это машина для путешествий. Она должна иметь возможность передвигаться по дорогам общего пользования без проблем. Но она в габарите, все нормально. При этом она может спокойно съехать в бездорожье, в болото, еще куда-то. И там дальше уже продвигаться по зимникам. Естественно, при таком подходе очень важно было обеспечить необходимый комфорт. Все внедорожные режимы блокировки дифференциалов и подкачка колес включаются из салона кнопками. Вместо механической коробки передач здесь стоит автомат. А во время стоянки и ночевки машины вообще трансформируются в жилой модуль. В данный момент вездеход «Макар» покоряет полуостров Ямал, сопровождает путешественников. Для самих инженеров это не только развлечение, но и работа. Из каждой подобной экспедиции они привозят огромный объем информации о вездеходе, о его слабых узлах и недостатках. Правда, с каждой поездкой их становится все меньше. Еще несколько экспедиций, и из машины получится практически идеальный внедорожник.